В эфире ЛРТ программа «Итоги недели». Я Наталья Кратович. Здравствуйте! Коротко о главных событиях прошедших дней. Маска и перчатки стали частью гардероба. Как люберчане соблюдают масочный режим. Перепрофилирование Красковской больницы в инфекционный стационар. Готовы ли учреждения к открытию? Сотрудники МЧС подключились к санобработке мест общего пользования. Ямы на дорогах под контролем министерства и жителей. Куда сообщать о дефектах? Расскажем в выпуске. Службы и ведомства Люберецкого округа продолжают работать в режиме повышенной готовности. Текущие вопросы обсудили на очередном онлайн-заседании оперативного штаба в администрации. В связи с эпидемиологической обстановкой стражи порядка продолжают нести службу в усиленном режиме. На минувшей неделе в Люберецкую полицию поступило 2000 обращений граждан. По 21 из них возбудили уголовные дела. Было совершено одно убийство на улице Новый дом 9. Проводится следственный комитет проверку. Возбуждена статья 105. Также было 111.4. Сосед соседа избил в городе Держинске. Люберецкие пожарные ликвидировали пять техногенных возгораний, которые произошли на территории городского округа. В результате пожаров пострадавших не было. Два пожара произошли на автомобильном транспорте, два в гаражах и один балкон жилой квартиры на втором этаже. Чтобы не допустить распространения инфекции управляющими компаниями округа, ежедневно проводится комплексная дезинфекция мест общественного пользования в многоквартирных домах. Обрабатывают детские и спортивные площадки. Эту работу контролируют на региональном и муниципальном уровнях. В обработках первых этажей подъездов производятся полы, дверные, оконные ручки, почтовые ящики, панели домофонов, кодовые замки, перила лечащих маршев и вентиляционные решетки. В лифтах обрабатываются напольные покрытия. Дорожную сеть округа перевели на летний режим содержания. Ежедневно убирают площади, остановки общественного транспорта, очищают дороги и тротуары. Также проводится влажная уборка с дезинфицирующими средствами. Продолжаются работы по приведению дорог в нормативное состояние. Для этого проводятся работы по окраске полусфер и бордюрного камня. За минувшую неделю был проведен ямочный ремонт общей площадью 70 метров квадратных. Служба 112 работает в усиленном режиме. На прошлой неделе сотрудники приняли более 9 тысяч звонков. Из них половина вызовов связана с вопросами оказания скорой медицинской помощи. Анна Троян, Валерий Абсалямов и Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Перепрофилирование Красковской больницы в инфекционный стационар вышло на финишную прямую. Строители завершают работы на объекте. После уборки помещений и установки оборудования лечебное учреждение начнет функционировать. Все подробности далее. Процесс перепрофилирования Красковской больницы находится под контролем правительства Московской области. День за днем многофункциональная больница превращается в высокотехнологичный инфекционный стационар. Работа масштабная, но времени мало. Вот такой объект, если его делать размеренно, планово, планировать, проектировать, утверждать до года, этот объект делается за две недели. За 11 суток на объекте полностью заменили внутренние коммуникации и электрические сети. Провели отделочную работу и установили сантехнику. Еще несколько заключительных штрихов и строители готовы передать больницу в руки сотрудников клининговой компании. Все палаты уже готовы. Так как они положены в нормативы, это инфекционные боксы, два бокса, туалет, душ и изолированные от коридора. Когда после ремонтной уборки завершится, начнется монтаж медицинского оборудования. Уже к 15 числу врачи смогут приступить к своим обязанностям. Лечить пациентов они будут с помощью современных технологий. Будет поставлено новое диагностическое, в том числе тяжелое оборудование, включая компьютерные томографы, которых здесь не было. Будет компьютерный томограф передвижной, который будет использоваться в отделении реанимации. Мобильный компьютерный томограф будет позволять нам выполнять исследования непосредственно у постели больного. Площади больницы позволят обустроить более 360 коек с кислородом, оборудованных по стандарту COVID-19. Для больных, которым понадобятся аппараты ИВЛ, будет выделено 100 реанимационных мест. Уизей Газарян, Валерий Апсалямов, телеканал ЛРТ. Красковская больница готова работать в новом статусе. Сейчас в медучреждении устанавливают оборудование, с помощью которого будут лечить больных коронавирусом. Глава Любереца Владимир Ужецкий, заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин и генеральный директор Мособлэнерго Алексей Брижань обследовали все этажи здания. Все прошли до единой кожи, до единой уколочка. Впервые за последние две недели в Красковской больнице появились медработники. Перед тем, как строители покинут объект, они проверяют, какие условия созданы для них и в первую очередь для пациентов. Как и во всех инфекционных стационарах, помещения разделили на несколько зон. Пациентов распределят по разным этажам в зависимости от степени тяжести заболевания. Каждый бокс изолирован и обеспечен отдельным душем и туалетом. Мы сегодня обошли, по сути, весь корпус, зашли во все палаты. В принципе, работы завершены. Понятно, что после такой большой стройки есть определенное замечание у медиков. Понятно, что это в течение ближайших суток тоже будет устранено. Конечно, надо после строителей навести порядок. Вопросы пожарной безопасности и работы системы палатной сигнализации на особом контроле. Участники инспекции убедились в исправности всех приборов лично. Скажите мне, что она потом, через какое-то время, сама отменяет себе. Нормально, тоже прошла 11-я. А врачи и медсестры тем временем обустраивают свои рабочие места. В здание завозят компьютерную технику и оборудование. На то, чтобы расставить все по своим местам у медиков два дня. Совсем скоро они приступят к своим непосредственным обязанностям. Начнут борьбу за жизнь и здоровье каждого, кто попадет в эти палаты. Международный день медицинской сестры отметили в России 12 мая. Он призван подчеркнуть немаловажную роль представительниц этой профессии в лечении и выздоровлении пациентов. Главолюберец Владимир Ужицкий поздравил медсестер, которые в праздничный день находились на боевом посту. Они всегда рядом с больными и всегда готовы прийти на помощь. Недаром их раньше называли «сёстрами милосердия». Сегодня, оторвавшись на пару минут от своей работы, сотрудницы Ухтомской больницы принимают поздравления. Вам искренне пожелаю, чтобы вы себя защищали. Всё-таки ещё есть промысел Божий, чтобы вам Всевышний и Ангел-хранитель рядышком с вами вас оберегал. Спасибо за ваши труды. В этом году профессиональный праздник медсестер пришёлся не на самое простое время. Сотрудники здравоохранения в особой группе риска заражения коронавирусом. Неоднократно мне звонили и интересовались, как ваше здоровье. То есть это говорит о том, что вам не чужды вообще простые люди. В настоящее время в поликлиниках, стационарах и диспансерах городского округа работает около двух тысяч медсестер. Я поздравляю всех своих коллег с наступившим праздником, Днём медицинской сестры. Желаю всем здоровья, терпения, удачи. Всё будет хорошо. Входные группы магазинов и соцучреждений, проезжие части и тротуары. В Люберцах санитарные обработки подлежат все места общественного пользования. В этой работе дорожно-эксплуатационным организациям помогают сотрудники МЧС. Химик-дозиметрис Никита Хван приступает к работе. Обычно эти сотрудники Федеральной спасательной службы участвуют в тушении пожаров. Сейчас же некоторые из них задействованы дезинфекцией Люберецких улиц. Вооружившись спецоборудованием, обрабатывают поверхности. Обработку проводят сотрудники, специально экипированные в костюмы, которые позволяют находиться в местах с массовым пребыванием и обрабатывают дезраствором объекты инфраструктуры. Остановочные павильоны, тротуары, подземные пешеходные переходы, входные группы социально значимых учреждений и магазинов, лавочки, памятники и многое другое. Список адресов, где наиболее часто бывают люди, достаточно большой. В работе по дезинфекции мест общественного пользования задействованы 30 человек. Специализированная техника также задействована. Полеумоечные трактора проезжают более 15 штук. Места общественного пользования в Люберцах обрабатывают ежедневно. Эта работа продолжится до особого распоряжения. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Маска стала обязательным атрибутом для жителей Московской области. В общественных местах, при поездке в автобусе или такси, при походе в магазин или аптеку, средства индивидуальной защиты всегда должны быть при себе. Глава округа Владимир Ружицкий проверил, как подготовились торговые сети к покупательскому спросу. Если у нас приходит посетитель без маски, мы ему оповещаем, что с 12 мая вышел указ губернатора о том, что ношение масок в общественном месте обязательно. Без маски вход запрещен. Теперь сделать покупки в магазине можно только в индивидуальных средствах защиты. А если же их нет, торговые сети предлагают приобрести маски. Мониторинг показал. Изделия продаются в 84% люберецких сетевых магазинов. Вы их продаете, да? Да. В городке Б руководство супермаркета предлагает клиентам без маски альтернативу – бесплатные одноразовые барьерные салфетки. В продаже имеется все необходимое для защиты от вируса – одноразовые и тканевые маски, перчатки, влажные салфетки, антисептики в виде спрея и геля, санитайзеры для воздуха. Масок у нас в достаточном количестве. Поставки у нас распределительного центра регулярные, как для сотрудников, так и для покупателей. Покупают в день маски одноразовые примерно 100-120 штук. Стоимость в магазинах варьируется от 32 до 36 рублей. По специальной цене – 11 рублей – маски могут приобрести люберчане старше 65 лет. Скидку сделают во всех государственных и некоторых частных аптеках при предъявлении социальной карты. У нас 143 аптеки, то сегодня в 137 аптеках тоже маски есть. И мы по нашим подсчетам, вот на сегодняшний день в аптеках и магазинах не менее 500 тысяч масок. То есть мы сегодня масками абсолютно обеспечены. Средствами защиты обеспечены полностью все государственные аптеки и на 95% частные. С актуальным списком адресов аптек и магазинов, где есть маски, можно ознакомиться на сайте администрации. Представители старшего поколения также могут обратиться к волонтерам, которые при предъявлении социальной карты приобретут для них маски по льготной цене. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. С 12 мая в Подмосковье действует масочный режим. Как его соблюдают люберчане в общественном транспорте, проверили сотрудники полиции совместно с жилищной инспекцией и госадом технодзором. Пассажир, пожалуйста, есть у вас в продаже маски для пассажиров? О, как? Теперь карта стрелка не единственное, что нужно для проезда на общественном транспорте. Нет маски? Будьте добры, приобретите ее у водителя, иначе поездка для пассажира не состоится. Есть ли в наличии средства защиты и все ли соблюдают масочный режим? Участники рейда проверили на станции Люберцы-1. Согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева от 12 мая 2020 года, все пассажиры общественного транспорта должны передвигаться в средствах личной защиты. Это маски и перчатки. На первый раз нарушителей масочного режима только предупреждают. Просят приобрести средства защиты и не пускают без масок в общественные места. При повторном нарушении протокол об административном нарушении и штраф. Рейд на транспорте показал, люберчане ответственно отнеслись к нововведению. Правда, у каждого на это свои причины. Потому что такой закон. Боюсь заразиться. Только из-за того, что штраф ввели, если честно. В общественном месте можно надеть большое скопление людей, а на улице, я считаю, когда идешь один, можно и без маски подышать. Параллельно с мониторингом средств защиты в автобусах и маршрутках под прицел инспекторов попали и пешеходы. У Люберчана не проверяли наличие QR-кодов. Совместно с сотрудниками с полицией проводим рейды. Соответственно, пропускной режим проверяем. В случае нарушения пропускного режима в отношении физического лица составляется протокол. А в таком случае не обойтись без штрафа. Нарушение пропускного режима ударит по карману в размере 4000 рублей. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Коммунальные службы Люберец избавляют дороги от ям. В настоящее время в городском округе зафиксировано более 1200 таких дефектов. Наша съемочная группа увидела, как проводят ремонтные работы. Шум дорожной техники в 4-м Люберецком проезде. На этом участке дороги образовалось 4 ямы. Всего коммунальщикам необходимо подчинить 3 квадратных метра асфальтового покрытия. У нас все ямы фиксируются в приложении СКПДИ. Создано Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры, где они в текущем времени видят все ямы и в текущем времени видят выполнение работ. С начала этого года в Люберцах ликвидировали более 1000 стоям. Наличие впадий на дорогах отслеживают сотрудники администрации. Но жители округа тоже могут принять в этом участие. Заявить о необходимости ремонта на том или ином участке можно несколькими способами. У нас есть социальные сети. Нам сигнализируют, и мы будем стремиться максимально быстро, оперативно это все устранять. У меня есть почта, поэтому сегодня коммуникации более чем достаточно, и они позволяют держать руку на пульсе. В этом году в городском округе Люберцы запланирован ремонт 34 участков дорог. Их общая протяженность превышает 174 километра. Как встать на учет безработным при введенных ограничениях и как получить пособие по безработице? С этими вопросами сталкиваются многие люберчане, потерявшие работу во время пандемии. Наш корреспондент Анна Троян собрала самые популярные обращения граждан и узнала, как решать возникшие вопросы. Экономист Петр Березовский просчитался с увольнением. Мира хватила пандемия, мужчина не смог найти новую работу. Встать на учет в центре занятости Петру не удалось. Огромные очереди. Пришлось подать заявление на портале Работа в России. Я подал все документы, оформил, загрузил. Начал ждать выплату ежемесячную, мне полагалось 12 тысяч. Но выплата пришла меньше. Для меня это был сюрприз. Я решил сначала позвонить в центр занятости, но все телефоны заняты. Разобраться с положенными безработному выплатами и трудоустройством Петру помогли в Люберецком центре занятости. Без предварительной записи специалисты дают разъяснение по возникшим у жителей вопросам. С момента подачи заявления до момента признания безработным должно пройти 11 календарных дней. Первая выплата вам выплачивается только за этот период. То есть кусочек. Вот вам пришла сумма 4 тысячи 43 рубля. И в любом случае у вас выплаты пособий будут в месяц 12 тысяч 130 рублей. Все те выплаты, которые не достают, они вам выплатятся. Почему приходит выплата в размере 12 тысяч 130 рублей, а не 15 тысяч, как обещал губернатор Подмосковья? Еще один популярный вопрос, поступающий от безработных. В центре занятости поясняют, что оплата компенсационной выплаты, то есть недостающей разницы, придет всем, кто встал на учет, начиная с марта 2020 года. Деньги поступят только на следующей неделе. И со следующей недели я всех заверяю, что мы начнем компенсировать те недоплаты, которые пока были не произведены, из-за того, что денег не было из областного бюджета. Все деньги придут на счета, которые нам предоставляли безработные. Самое главное, чтобы увольнение произошло не по причине дисциплинарного проступка. Он может встать на учет в течение 30 дней после прекращения трудовой деятельности. А что делать тем, кто не смог встать на учет по безработице? Специалисты уверяют, на каждую заявку, поступившую на сайт «Работа в России», вскоре придет ответ. Сейчас в обработке находятся несколько тысяч обращений люберчан. К такому наплыву безработных центр занятости сначала не был готов. Более того, оставляя заявление онлайн, жители зачастую допускают ошибки. Рассматривая заявление, которое подано в портале «Работа в России», около 30% – это лица, которые не имеют постоянной регистрации в Лебрецком округе. Поэтому им отказано в регистрации, что вызывает соответствующее недовольство, и они пишут жалобы. Около 15% – это те лица, которые не представили весь полный пакет документов, и которые тоже не могут быть признаны безработными. Функции портала «Работа в России» обещают провести в порядок в ближайшее время. А сотрудники Лебрецкого центра занятости обрабатывают обращения граждан в усиленном режиме, без выходных, чтобы до конца мая помочь всем безработным. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Продуктовые наборы, денежные выплаты нуждающимся семьям. Кому положены эти льготы, как их получить и куда обращаться? Все разъяснения по этому поводу дает заместитель начальника Лебрецкого окружного управления социальной защиты населения Илья Черкасов. Губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым было принято решение об оказании продуктовой помощи гражданам, попавшим в кризисную ситуацию в связи с пандемией коронавируса. 14 апреля открыта подача заявлений на портале государственных услуг Московской области. От жителей городского округа Люберца на данную меру социальной поддержки поступило больше 15 тысяч обращений. Но хочется отметить, что данная помощь оказывается не всем семьям, имеющих детей. То есть есть определенный перечень, в соответствии с которым данная помощь продуктовая предоставляется. Это следующая категория. Многодетные семьи, в которых воспитываются два и более ребенка дошкольного возраста. Это первая категория. Вторая – это семьи, в которых воспитывается ребенок-инвалид. Граждане, воспитывающие детей, которые один из родителей или оба родителей потеряли работу в связи с пандемией коронавируса. Еще одна категория – это малообеспеченные семьи. Значит, непосредственно документы никакие предоставлять не требуется. Обращаться нужно к нам в управление социальной защиты по телефону горячей линии. Данная мера представляется только жителям Московской области. То есть хочу подчеркнуть, что постоянно зарегистрированы в связи с пандемией коронавируса органами власти федерального и регионального уровня были приняты новые меры социальной поддержки. Первая мера – это выплата всем российским семьям, в которых родился первый ребенок с апреля 2017 года до 1 января 2020 года. За данные выплаты необходимо обратиться в управление пенсионного фонда, либо подать заявление через портал госуслуг. Размер выплаты составит 5000 рублей. Выплата назначается на период 3 месяца. То есть это с апреля по июнь текущего года. Следующая выплата – это единовременная выплата семьям с детьми, которым до 1 июля 2020 года уже исполнится 3 года, но еще не исполнилось 16 лет. Предусмотрена выплата в размере 10 тысяч рублей. Заявление на данную выплату необходимо подать через портал госуслуг, либо обратиться в управление пенсионного фонда. Если в семье воспитывается несколько детей, то выплата назначается на каждого ребенка. Изменения коснулись непосредственно осуществления выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми до достижения возраста полутора лет. Данная выплата будет увеличена в два раза. То есть минимальная выплата будет составлять 6751 руб. Следующая мера социальной поддержки – это выплата семьям, воспитывающих детей в возрасте от 3 до 7 лет. Данная мера социальной поддержки будет предоставляться семьям, чей совокупный доход не превышает установленную величину продвижного минимума в Московской области – 13 115 рублей. Размер выплаты – 6344 руб на каждого ребенка. Данная выплата будет осуществляться с 1 июня текущего года. За данные меры социальной поддержки необходимо обратиться либо к нам в Управление социальной защиты населения, либо в МФЦ или через портал государственных услуг Московской области. Еще одна мера социальной поддержки – выплата на детей безработных родителей. Выплата предоставляется на всех несовершеннолетних детей данной семьи в размере 3000 рублей. Выплата назначается на 3 месяца – с апреля по июнь текущего года. При подаче заявления для признания гражданина безработным через портал «Работа в России» нужно приложить свидетельство о рождении детей. И выплата будет назначена в автоматическом режиме вместе с пособием по безработице. Сотрудники Люберецкой полиции задержали мошенников, которые в магазине расплачивались поддельными купюрами. Разыскать злоумышленников удалось благодаря камерам видеонаблюдения. В объектив камеры в продуктовом магазине на улице Калинина попала 23-летняя девушка. За покупку на сумму 300 рублей она расплатилась поддельной пятитысячной купюрой. По словам злоумышленницы, фальшивые деньги дал знакомый. Вскоре полиция задержала и его. При обыске в квартире подозреваемого полицейские нашли еще две фальшивые пятитысячные банкноты. Мужчина пояснил, что нашел их на улице. Однако позже была установлена его причастность к аналогичному преступлению в зоомагазине на улице Митрофаново. Злоумышленник заключен под стражу, а с его соучастницей взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Луиза Игязарян, телеканал ЛРТ. Спеть песни военных лет вместе с соседями, не выходя из дома. Такую возможность либерчанам дала всероссийская акция «Поющие дома». Наши съемочные группы побывали во дворах округа, чтобы посмотреть, как жители отметили праздник. Ровно в 19.00 вся страна затихла, вспоминая павших героев. Минуты молчания почтили память советских солдат. Впервые за многие десятилетия на улицах Люберец в этот день немноголюдно. День Победы не похож сам на себя. Нет массовых гуляний, торжеств, парада, однако праздник все-таки пришел. Правда, во дворы либерчан. На улице Кирова артисты устроили концерт во дворе. От главной песни Дня Победы самоцветы засияли всеми красками праздника. День Победы В одночасье жители микрорайона выглянули из окон. Или вышли на балконы, чтобы разделить с соседями одну на всех победу. Это ли не праздник? Мелодии военных лет никого не оставили равнодушными. Мы очень рады, что это такой прекрасный праздник, 75 лет, очень замечательно. Мы тут же вот вышли поддержать наших прабабушки, прадедушек, вот всех. Так что мы очень счастливы, да. Всех-всех поздравляем. Великая Отечественная война затронула каждую семью. Оттого и люберчане по зову сердца выходили на балконы с портретами своих героев. Мой прапрадед был заряжающим, был рядовым обычным, да, но заряжающим. В 41-м году в Румынии удостоен награды за отвагу. Сам участвовал в парадах на Красной площади, когда служил. Он участвовал также в беспертном полку после того, как отслужил. Хочется отдать дань памяти нашим дедам, прадедам, прапрадедам. И хочу сказать всем, помните, чтите тех людей, которые отдали жизнь за то, чтобы мы с вами жили. Введенные ограничения не позволили пройти люберчанам в строю бессмертного полка. Однако новый формат дал возможность вспомнить свидетелей войны. Участники акции «Окна Победы» украсили оконные стекла символами праздника и портретами своих дедов и прадедов. Анастасия Андросова ежегодно участвует в патриотическом движении. Благодаря ему она узнала о подвигах своего прадеда. Это мой прапрадедушка Зотов Матвей Сергеевич. Он ушел на фронт в 39 лет, оставив большую семью. У него было шесть детей, одна из которых моя прабабушка, ее зовут Анастасия. Во время войны он считался пропавшим без вести, но совершенно недавно, когда стартовала акция «Бессмертный полк», мы нашли его и собираемся поехать на братскую могилу, где он похоронен. А на улице Южное праздничное настроение жителям задал депутат Александр Мурашкин. После того, как вся страна замерла в минуте молчания, люберчане вышли на балконы и хором исполнили «День Победы». Дорогие ветераны и россияне, поздравляем вам с праздником «Днем Победы». Желаем здоровья, долгих лет жизни и чтобы все у нас было хорошо. Поздравляем! Поздравляем! Праздник со слезами на глазах. 9 мая – единственная дата, которая вызывает столь противоречивые чувства. Радость за победу и одновременно горечь ее цены. На этом патриотические акции не завершились. Люберцы присоединились к всероссийскому флешмобу «Фонарики Победы». Ровно в 22.00 жители городского округа озарили свои окна огнями памяти. Тысячи зажженных свечей и фонариков – в знак уважения к героическому подвигу предков. Режим самоизоляции не позволил отметить праздник по всем привычным канонам. Но и не стал помехой порадоваться за Великий День Победы. На этом выпуск завершен. Еще больше подробностей на нашем сайте и в сообществах соцсетей нашего телеканала. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин